Гончарова Татьяна уже много лет работает в магазине на строителей 10. Говорит, этой весной с домом начали происходить странные вещи. Наружные стены стали разрушаться. Просто страшно. Когда съехала штукатурка, посыпались кирпичи потом. Прямо на прохожих. Мы просто сидим в магазине, выходим на крики, что люди боятся. Девчонки тогда колготки порвало, синяк на ноги остался. И вот так страшно. Люди ведь идут, они же не смотрят, что упадет и как. Пока не убьет кого-то, что ли, или как. Мер так никаких. Деревянные дома в 10 микрорайоне уже признаны аварийными. Людей начали потихоньку расселять. Только вот непонятно, на что могут претендовать будущие новоселы. Вроде как говорят, что спросили, куда, чего, никто не знает. Спрашивают, кто бы куда хотел. Как признать старый дом аварийным и добиться переезда? Сложно ли это? Способны ли это сделать сами собственники? На что могут рассчитывать по закону бывшие обитатели развалюшек? Много ли старых домов в Череповце? На эти вопросы мы постараемся ответить в этой программе. Любовь Чагадаева показывает нам свое жилище. На улице Молодежной в Череповце. Стены дырявые, душевая кабина ходит ходуном. Эпопея с переездом здесь началась лет 10 назад. Тогда жители старой деревяшки обратились в мэрию с просьбой признать дом аварийным. В 2006-м собиралась специальная комиссия. Однако дальше дело не пошло. К проблеме вернулись в 2011-м году. И снова безрезультатно. В течение долгого времени жители деревяшки на Молодежной просили сделать экспертизу их жилья. Могут ли заказать экспертизу жилья сами собственники? Чтобы признать дом аварийным, он должен обладать комплексом повреждений. В первую очередь это относится к состоянию фундамента и внешних стен. Могут наблюдаться просадки и крены, выпадение кирпичей в каменных зданиях. Во внимание берется и состояние перекрытий. Не течет ли крыша, нет ли гнили на стропилах. В таких случаях здание становится небезопасным для проживания. Не специалист обычно замечает все эти изменения, когда они становятся слишком явными. На самом деле зданий аварийных достаточно много. Я не готов назвать процент тех зданий, которые могут быть признаны аварийными. Я много езжу по городам, по крайней мере, в Вологодской области. И здесь, в Вологде и Череповце, может ситуация не такая критичная, допустим, как в Соколе, как в Белозерске, как в Вытеке, когда действительно люди живут в этих двухэтажных, восьмиквартирных жилых домах, которые в принципе можно назвать только бараком. И при этом люди продолжают жить и ничего не делают для того, чтобы свои условия улучшить. Эти люди должны понимать, что для того, чтобы наш часть что-то делать, не обязательно иметь поддержку всех соседей. Достаточно одного-двух инициативных жильцов дома. И этого уже достаточно, чтобы собрать определенный пакет документов, необходимый для начала процедуры признания здания аварийным, и обратиться в администрацию. Заказать независимую экспертизу в состоянии здания могут сами собственники жилья, а проводить для этого общее собрание дома не обязательно. Независимую экспертизу в состоянии зданий проводят соответствующие организации. Разумеется, за деньги. Цена вопроса в среднем 12-18 тысяч рублей. Адреса и телефоны можно без труда найти в интернете. Если эта организация имеет необходимые допуски, то есть состоит в саморегулируемой организации, проектировщиков, имеет допуск на обследование здания, имеет необходимый состав специалистов и оборудования, и составит полноценный нормальный отчет, то отказов практически не бывает. Заключение о состоянии дома необходимо отнести в мэрию. Кроме того, понадобятся еще заявления, документы, подтверждающие право собственности, либо договор найма. Администрация должна дать ответ в течение 30 дней. Так поступили и на улице Молодежной. В итоге дом был признан аварийным и попал под расселение. Расселяют в Череповце и дома в 10-м микрорайоне. Улицы Горького, Данилова. Пустующие квартиры в старых деревяшках впечатление производят устрашающее. Впрочем, присутствие людей чувствуется почти везде. Одна из комнат на первом этаже выглядит жилой. За стеной слышатся голоса, которые на стук смолкают. Нередко в брошенных домах поселяются люди без определенного места жительства, со всеми вытекающими последствиями. Жить в полупустующих домах признаются еще не переселенные, и живущие здесь на законных основаниях череповчане страшновато. Никогда не знаешь, кто окажется твоим соседом и что придет ему в голову. Здесь и без этого было неспокойно. Стену этого дома, рассказывают местные жители, подожгли. Из-за хозяев, у которых были нелады с законом. Является ли преступлением самозахват пустующей квартиры, куда обращаться, если рядом с вами поселились такие соседи? Сотрудниками полиции на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление лиц, находящихся в домах на незаконных основаниях. Как правило, это лица, ведущие социальный образ жизни и без определенного места жительства. Также проверки осуществляются в вечернее и в ночное время сотрудниками ППС и сотрудниками Росгвардии. При выявлении нарушений указанные лица доставляются в отдел, на них составляются административные протоколы. Если пустую квартиру захватили неизвестные, граждане следуют обратиться в полицию. Интересно, что до сих пор находятся и те, кто снимает в аварийных домах квартиру. Цена вопроса всего 3000 рублей в месяц. Дома в 10-м микрорайоне должны будут снести к 31 декабря 2018 года. Расселение идет в рамках проекта развития городских территорий. На средства фирмы-застройщика заключен соответствующий договор. Сейчас в новые квартиры переезжают собственники помещений. По закону они могут получить либо другое помещение, либо денежную компенсацию. Вы тут одна остались в подъезде или еще кто-то живет? И первая квартира еще. А остальные все уже переехали? Да. Не знаете, довольны люди переехали? Ну, например, шестая квартира женщина довольна. Других тоже сказали, что нормально дали условия. Ну, то есть не меньше квартиры, да? Да, все равно. Квартиры нанимателям в 10-м микрорайоне должна предоставить компания-застройщик. На чемоданах уже несколько месяцев живет и Любовь Гущина. Говорит, что в деревянном доме намучилась, изрядно. Мечтает о новой жизни с горячей водой и нормальными стенами. Только вот где будет эта жизнь? Спрашивает, кто бы куда хотел. Но в старое жилье, конечно, нам не хотелось бы. Потому что здесь, по всей вероятности, будет строиться жилищный комплекс. 10-й микрорайон застраиваются. Строят новые дома. И мы считаем, что нам должны предоставить новые квартиры. На улице Молодежной адреса переезда уже известны. Любови Чагадаевой предлагают квартиру на улице Устюженской. В принципе, мы на новое-то и не претендуем. Но я хочу жить в таких условиях, в которых я должна жить. Мы опросили соседей. Дом действительно старый. Непосредственно в этом доме проблемы. И с водой. То есть менять что-то. Шило на мыло. Могут ли переселенцы из аварийного жилья выбирать будущую квартиру? Каким требованиям должно соответствовать новое жилье? Проблема такая действительно существует. Особенно это актуально для муниципальных квартир. Потому что законодательство, оно, к сожалению, не предусматривает предоставление нескольких жилых помещений. Расселяются граждане. И при расселении жилое помещение предоставляется в виде компенсационной меры. И гарантирует им улучшение жилищных условий с точки зрения безопасности. То есть это не улучшение жилищных условий с точки зрения увлечения метража. Гражданам, повторюсь, предоставляются жилые помещения, равнозначные по площади, которые ранее не занимали. Независимо от численного состава семьи. Один человек прописан или 15 человек прописан, независимо. Стали разными семьями проживать. Дети выросли. Реакция у всех разная, потому что у города, к сожалению, ресурсы ограничены в любом случае. И мы расселяем в тот фонд, который освобождается. За счет приватизации, в том числе, и отсутствия строительства новых муниципальных жилых помещений, расселение идет только во вторичный фонд. Правила предписывают определенный набор требований для жилья, предназначенного для расселения. Нормальное состояние дома, ремонт в помещении, коммунальное благо, расположение в черке от города, количество квадратных метров, равноценное ранее занимаемой площади. В случае, если предлагаемая квартира будущих жильцов не устраивает, нужно обращаться в суд. В случае с Любовью Чигадаевой можно попробовать доказать, что инженерные конструкции дома на Устюженской находятся в плохом состоянии. В такой дом переселить нельзя. Для собственников остается еще и другой вариант – продать непонравившееся жилье и купить подходящее. Срок приватизации продлили, так что в разряд собственников могут перейти и наниматели муниципального жилья. Дом признают аварийным. Если будет получено соответствующее заключение, заказать его в специализированной организации может любой собственник, проживающий в старом доме. Квартиры, представляемые для расселения, должны соответствовать определенным требованиям. Они должны быть безопасными. Площадь должна соответствовать тому, что было ранее. Если предполагаемый вариант будущих новоселов не устраивает, понадобится обращаться в суд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова